Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергена предлагает вам познакомиться с замечательными произведениями животных Георгия Скребицкого и изготовить своими руками одного из главных героев его рассказов – кота Иваныча. Георгий Алексеевич Скребицкий – советский писатель-натуралист и сценарист. Его два самых любимых с детства увлечения, литература и предвидение соединились в одну профессию. Георгий Скребицкий – это писатель, влюблённый в родные поля, леса, горы. И в свои произведения он вкладывал необыкновенную человечность и гуманность. И по его произведениях общество, человек, природа неразрывно связаны. И писатель убеждён в преобразующей силе природы как самого важного фактора пробуждения человеческой нравственности. Георгий Алексеевич Скребицкий – мастер сюжета. Рассказы его динамичны, всегда описывают какой-нибудь интересный случай. Их язык прост и понятен. В своих произведениях он очень живо и с большой любовью рассказывает о жизни обитателей леса и объясняет простым и ясным языком свойства животных и растений. Его книги развивают характер, учат любить братьев наших меньших и бережно относиться ко всему живому. Произведения Георгия Алексеевича Скребицкого прекрасно подойдут для семейного чтения и просмотра. Его персонажи созданы с огромной любовью и бескраничным талантом. Они очаровывают как маленьких, так и взрослых. Поэтому после знакомства с его героями сразу улучшается настроение. И сегодня мы предлагаем вам познакомиться с главным героем одного из рассказов Георгия Скребицкого – котом Иванычем и изготовить его своими руками. Кот Иваныч – это огромный толстый кот, ленивый и неповоротливый. Он целыми днями ел или спал. Бывало залезет на теплую лежанку, свернется кубком и уснет. Во сне лапы раскинет, сам вытянется, а хвост вниз свисит. Из-за этого хвоста Иванычу часто доставалось от нашего здорового щенка Бубки. Иваныч любил улечься так, чтобы ему было и тепло, и мягко. То к маме на подушку уляжется, то под одеяло заберется. А однажды вот что натворил. Замесила мама тесто в кадушке и поставила на печку. А чтобы оно лучше поднялось, сверху его теплым платком прикрыло. Прошло два часа. Мама пошла посмотреть, хорошо ли тесто поднимается. Глядит, а в кадушке, свернувшись калачком, как на перине, Иваныч спит. Все тесто примял и сам весь измазался. Так мы без пирогов и остались. А Иваныча вымыть пришлось. Для изготовления нашего кота нам понадобится цветная бумага, карандаш, линейка, ножницы, фломастеры и клей. Цветовую гамму для изготовления поделки вы можете выбрать самостоятельно. Далее с помощью линейки и простого карандаша мы отмеряем полоску шириной 7 см и отрезаем ее с помощью ножниц. Далее полученную полоску бумаги мы с вами начинаем разлиновывать согласно представленного трафарета. Пунктирные линии в дальнейшем это линии сгиба. Линия сплошные это линии разреза. Подготовительный этап нашей поделки пройден и мы начинаем собирать нашего кота. По пунктирным линиям мы сгибаем нашу заготовку. Сплошная линия это линия надреза. С помощью ножниц мы делаем с вами надрез и также по пунктирной линии, по линии сгиба, сгибаем нашу бумагу. Далее мы с вами складываем нашу заготовку по представленной вам схеме и фиксируем ее с помощью клея. Сейчас мы с вами приступаем к этапу рисования. Берем с вами фломастеры, цветовую гамму вы можете выбрать самостоятельно. И начинаем нашего котика разрисовывать. Лапки, глазки, носик и ротик. Но кажется нашему коту чего-то не хватает. Конечно, это же уши, хвост и усы. Мы из бумаги с вами делаем заготовки и с помощью клея фиксируем на нашей поделке. Наш замечательный кот Иваныч готов. Но вы по своему усмотрению можете его сделать пятнистым или полосатым. Вот именно про такого замечательного добродушного кота. И написал свой замечательный рассказ Георгий Скребицкий. И за добрый нрав Иваныча все его очень любили. И как казалось, что по своему характеру ему он больше походил на собаку, чем на кошку. Он бегал за ребятами, как собака. Они в огород, и он за ними. Мама в магазин, и он следом за ней бежит. А возвращаются все вечером с речки или с городского сада. Иваныч уж на лавочке возле дома сидит, будто всех дожидается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!